Произвол страховых компаний достиг критической отметки. Надзорные органы бессильны, они не могут ничего поделать с вопиющим нарушением закона. Напомним, страховые агенты навязывают клиентам дополнительные услуги при покупке полиса ОСАГО и по-другому. В Красноярске сейчас никто не работает. К чему это может привести? В репортаже Наталья Ковальчук. В одном офисе предложили, мы заберем ваши документы, мы будем рассматривать 10 дней, пишите заявление, 10 дней будем рассматривать и тогда может быть застрахуем. Тоже не уверен. Из-за наглости страховщиков и собственной здоровой принципиальности Евгений вот уже несколько дней, как сменил статус автовладельца на пешехода. С записывающим устройством он ходит от конторы к конторе. Застраховать свою автогражданскую ответственность без дополнительных услуг на тысячу рублей и больше никто ему не дает. Надежды мужчина не теряет, хотя и в надежде дали отворот-поворот. Ну а если я не хочу, это же по идее незаконно. Да, это делается, добровольно принудительно. Сейчас все стараются собрать побольше денег перед тем, как закрыться. С 1 октября же поднимают выплаты. А родители стараются, зачем собирают побольше денег? Потому что не собирается собрать. А потому что самая наглость. На авторынок на Гайдашовке страховщики привозят уже готовые бланки с доп. услугами. Продать полис дешевле тут физически не могут. Единственная компания, в которой согласились продать Евгению полис без доп. услуг, находится напротив прокуратуры. Предупредили, примут только после обеда, на обслуживание одного клиента уходит час. Однако в назначенное время сказали, что программа повисла, полис не продали. И вроде не подкопаешься, что безуспешно пытаются по всей стране сделать уже полгода. Прокуратура, антимонопольщики, Роспотребнадзор и Центробанк, который осуществляет надзор за страховщиками. Об этом вести рассказывали уже неоднократно. Все то же самое происходит в Костроме, Воронеже, Казани, Ульяновске. Всемогущ только суд. Правда, доказывать цивилизованным путем, что ты право имеешь, а не тварь дрожащая, мало кто отваживается. Житель Назарова летом доказал, выиграл дело, получил ОСАГО. Страховщики заплатили издержки и моральную компенсацию. И сейчас в этом маленьком городе-крае ОСАГО продают без доп. услуг. Покупка ОСАГО – это только первая ступень во взаимоотношениях между страховщиком и автовладельцем. И если уж на ней обман, то страшно представить, с каким трудом можно будет у таких компаний получать деньги за страховой случай. Эксперты не сомневаются, нынешняя ситуация – это точно предвестник кризиса на данном рынке. А значит, страховаться сейчас в том числе покупать пресловутые доп. услуги – это все равно, что бросать деньги на ветер. Наталья Ковальчук, Григорий Зимин, Вести, Красноярск.